На связи с нашей студией Оксана Продан, независимый экономист и член парламентского комитета по налоговой и таможенной политике. И Тарас Загородний, политический эксперт, который может позволить себе откровенные оценки. Здравствуйте. Тарас, начнем с вас. Вот как вы оцениваете эту акцию водителей, которые протестами попытались повлиять на уровень цен на бензин? Вообще, это было разумно? Ну, любой протест, в принципе, может быть почутым, но в данном случае я не верю, что это может вплинуть на цены на бензин. Он станет очень высоким, возможно, востребованным кем-то. Конечно, он будет, потому что, в принципе, евро-бляхеры показали и до этого, что они могут проводить организованные акции. Враховывая количество этих людей в нашей стране, уже больше миллиона, ну, просто пораховать этого достаточно, чтобы, если какая-то политическая сила возьмет все эти голосы, она может пройти в парламент, это приблизительно будет 5-6% и они могут потрапить в парламенту. Або быть использованы другими политическими силами в политической борьбе. Поэтому я не выключаю, что это тоже была часть репетиции для того, чтобы показать свою значительность и возможность в будущих президентских и парламентских выборах. Понятно. Оксана, вопрос вам. Скажите, что происходит с ценами в Украине? Опросы показывают, что это все-таки на сегодняшний день проблема номер один для населения, да? Вот есть какие-то инструменты у государства, чтобы понизить цены на заправках в первую очередь? Мы об этом сейчас говорим. Я бы говорила о ценах в нескольких частях. То есть одна часть это нефть, о которой все говорят, она растет и мы на нее не влияем. Но есть другая часть. Это часть, которая состоит из курса евро, потому что в основном это курс доллара, курс евро. И когда у нас гривна падает, у нас соответственно растет стоимость. Это одна часть. Есть другая часть, это часть внутренняя, опять же, следующая. Это акциз, он в евро тоже. То есть сегодня, например, 7 гривен в цене бензина, это только акциз на этот бензин при импорте. Если бы он был привязан к гривне или если бы он был ниже, то соответственно была бы ниже и цена. Есть другая еще часть, которая касается абсолютно всех товаров в Украине, импортных в первую очередь, и украинского производства. Это коррупционный налог. То есть если при импорте или при производстве ты не можешь без уплаты той или иной мзды или той или иной взятки оформить товар, то ты закладываешь, это бизнес, он закладывает эти риски, коррупционный этот налог в стоимость товара. Поэтому что может делать государство? Кроме этих вещей еще нормально работать антимонопольный комитет. Потому что, как вы говорили в начале, когда цена топлива, когда цена нефти в мире падала, в Украине цена топлива почему-то не падала. Не работал антимонопольный комитет. Он не заставлял импортеров, большие сети снижать цену в связи с снижением нефти. То есть есть вещи. Это коррупция, которая является частью цены. Это общая экономическая ситуация, рост доллара, евро, падение гривны. И это налоги, которые сегодня забиты в евро. Хотя в Украине они должны были бы быть в гривне. И тогда бы, опять же, стоимость топлива не росла бы в зависимости от падения гривны. Оксана, давайте вернемся к теме евробляхеров. Когда наконец решат эту проблему? И вот где застопорилась эта проблема? В Кабмине или в Верховной Раде? Как вы считаете? На сегодняшний момент проект ко второму чтению готовится в парламенте, в Верховном Совете. Он в нашем комитете находится. И я точно понимаю, что сегодня все решения зависят от решения парламента. Поэтому только в парламенте сейчас можно решить этот вопрос. Ну а каким решением это может быть? Это решение, Оксана? Есть два законопроекта, вместе между собой связаны. Один снижает общий акциз для всех абсолютно импортеров транспортных средств. И для новых, и для старых, и для очень старых. С коэффициентом возраста. Сегодня вот машины, собственники или пользователи машин на евро номерах выступают против этой формулировки. Почему? Потому что когда используется коэффициент, тот, который есть в первом чтении, для них на самом деле этот акциз по сути и не снижается. Просто появляется возможность импорта для старых автомобилей. Но стоимость этого ввезения, оформления ниже, чем раньше не будет. И есть второй законопроект, который предусматривает жесткую ответственность за нерастаможку. Жесткую ответственность за то, что пользуешься транзитом или временным ввозом. Вот этих два законопроекта сегодня и представители людей, которые ездят на евро номерах, это разные организации абсолютно, это не одна организация, как сегодня пытаются декларировать. Они в комитете у нас в парламенте пытаются найти то решение, которое бы устроило с одной стороны людей, которые уже сегодня ввезли машины, с другой стороны государство, которое хочет максимально получить с этих людей денег. И что очень важно, вопрос всех людей, которые завтра будут покупать автомобили. Потому что на самом деле это решение, которое сегодня нарабатывается в парламенте, оно должно касаться абсолютно всех людей. И тех, которые ездят сегодня на евро номерах, и тех, которые ездят на украинских, но завтра будут покупать новую машину. Ну что ж, посмотрим, как долго будем ждать решения этой проблемы, каким оно будет с учетом предстоящих выборов. Тарас, к вам обращаюсь. Сегодня появились сообщения о том, что МВФ признал Украину беднейшей страной Европы. Мы уже оказывается и Молдовы проигрываем, там экономическая ситуация лучше. Вот вы как можете прокомментировать эту новость, и как долго еще по-вашему может продолжаться такое состояние украинской экономики? Ну, я всегда скептически относился к сотрудничеству к МВФ, и многие страны как раз вот этими заканчивали, что люди в основной массе свои беднели, а верхушка как была богатой, так и оставалась богатой. Поэтому в данном случае, ну именно поэтому, наверное, МВФ требует еще поднять цены на газ, чтобы люди стали еще беднее. В действительности, конечно, статистика удручает, поскольку темпы роста украинской экономики достаточно низки. Хотя, конечно, они сейчас составляют приблизительно 3,5 в этом году будет. Это значит, что если брать во внимание, что мы находимся в состоянии войны, тоже неплохо, но темпы роста должны быть выше. Для этого нужно в том числе меньше слушать МВФ и то, что они рассказывают про то, что нужно открывать рынки, не защищать собственного производителя, не локализировать производство и уничтожать промышленность, и играть в так называемую ограженную сверхдержаву. Тогда, чем больше правительства, тем больше наши чиновники будут думать, в первую очередь, про развитие обрабатывающей промышленности и промышленности в стране, тем будет лучше и для нашей экономики. Ну что ж, ваше мнение понятно. Спасибо за эти ответы. Оксана Продан, Тарас Загородний были на связи со студией нашей программы. Продолжение следует...